привет ребята пришло время приготовить рыбку сегодня мы с вами приготовим лосося это рецепт не банальный интересный готовится достаточно быстро буквально за 30 минут вы можете приготовить вкуснейшие необычное ресторанное блюдо мужики это вот блюдо вот этот рецепт именно для вас буквально через пару недель день святого валентина приготовьте этого лосося это будет прекрасный романтический ужин с вашей любимой и так в нашем непостном меню сегодня лосось в медовый залив глазированная свекла рис басмати с кокосовым молочком и индийским карри ну как заинтриговал хорошо давайте начнем давайте приготовим глазированную свеклу красная луковичка оставляем попочку чистим ее также режем на сегменты вот так вот четыре части столовая ложка тростниковый сахар соль неполная чайная ложечка оливковое масло две-три столовых ложки красный бальзамический уксус две-три столовых ложки немножко черного перчика все смешали да 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 это вкусняшка еще то ребята обязательно обязательно приготовьте возьмите блюдо для запекания и отправляем включайте духовку 200 градусов с вентилятором как положено отправляем среднем на 25-30 минут через 15 минут мы с вами достанем лучок потому что он уже будет готов и оставшиеся 10-15 минут мы еще доготовим бурячок отдельно в итоге мы все это дело объединим и будем держать в теплой духовке до самой подачи наше блюдо будет готовиться в среднем 30 минут вот 30 минут будет готовиться наш бурячок за это время мы с вами сварим и рис и пожарим рыбку отправляю в печь давайте сварим рис басмати вы же знаете как он выглядит да если кто не знает вот посмотрите этот рис не очень хорошо подходит для плова басмати рис очень любят в азии сегодня я буду готовить этот рим с привкусом кокосового молочка и индийского карри поэтому я намеренно взял рис басмати если бы я взял например круглый рис вот обычный который мы готовим для плова он бы не подошел потому что у круглого риса нет того самого специфического вкуса и аромата как у басмати стакан риса моем добавляем сюда полтора стакана если я использовал один стакан риса то полтора стакана у нас получается жидкости один стакан я возьму обычной воды и пол стакана кокосового молочка отправляемся сюда да рис будет ребятки очень-очень вкусная мне кажется молоко кокосовое сейчас может быть в каждом магазине абсолютно да да это уже скажем так не из ряда ряда уникальных продуктов обычный порошок карри индийский чайную ложечку полную чайную ложечку соль пол чайной ложечки полная чайная ложка тростникового сахара зубец чеснока кусочек зеленого лука белую его часть небольшой кусочек имбиря все смешали попробуйте водичку она должна быть и солоноватая и немножко чтобы чувствовался сахарок чтобы вы почувствовали вкус кокоса ну и конечно же карри то есть если вам вот тогда даже в таком состоянии нравится вот эта водичка значит ваш рис получится очень вкусный прекрасно доводим на кипение сразу снижаем температуру на минимум и варим в течение 15-18 минут друзья у меня прошло 15 минут смотрите лучок у нас готов убираем сторонку ведь как касается буквально еще минут десять она будет хороша какая глазировка получается прекрасная свекла будет готова буквально через пять минут давайте посмотрите что нам нужно для того чтобы пожарить рыбку приготовьте сливочное масло нам понадобится 50 грамм сок лайма столовая ложка соевый соус светлый мед это обычное сухое вино зубчик чеснока небольшой кусочек имбиря почистим кусочек зеленого лука свекла готова чуть-чуть добавьте сухого вина совсем немножко следите ребята за температурой так чтобы она у нас с вами не сгорела возвращаем обратно лучок ну вот смотрите видите она будет хрустящая но кто зубы но готова конечно ну по сути вы этот овощ можно кушать я духовку выключил ставите сразу туда тарелки на которых вы будете сервировать я готовлю порцию на двоих возвращаем обратно в духовку наши овощи пусть они стоят буквально через пять минут уже все будет готово так шкура надо ее почистить мы с вами будем кушать не мытью промокать давайте снимем шкуру с нашей рыбы проверьте если есть косточки нужно будет их вытащить рыбу я буду жарить на рисовом масле рисовое масло выдерживает температуру в среднем 240 градусов поэтому я вам рекомендую когда будете готовить это блюдо нужно использовать масло то которое выдержит высокие температуры рисовое масло или же масло из виноградных семечек кокосовое масло или же масло из авокадо авокадо вообще выдерживает 270 градусов идеальное масло для стейков к среднем пару столовых ложек кожу солите совсем немножко так чтобы не пересолить мы с нее с вами будем делать сейчас чипсы ну даже длеб сказал бы бекон рыбный бекон рыбу солим перчим больше ничего самом прекрасная рыба ее можно кушать сырой поэтому и один хорошо готовить средней прожарки так мы с вами и поступим пока красота смотрите не сожгите так чтобы он не почернел иначе будет слегка горчит все готово убираем стороночку но посмотрите а я какая красотища не опасно кладем вот этой стороной красивый который мы будем сервировать где была шкура наверх какой аромат жарки на каждой стороне средний по две минуты ну конечно видите я жарю на максимальном огне именно поэтому нужно использовать масло то которое выдерживает высокие температуры масло зелень 70 миллилитров обычное сухое вино 1 столовая ложка соевый соус 1 четвертая лайма сок выдавливаем столовая ложка меда полная столовая ложка рыбку убираем на горячую тарелку сейчас увидите мы сейчас фокус-покус 50 грамм сливочного масла вбиваем получается ребята обалденный соус и сладенький и кислый с выразительным ароматом мама родная так выключаем сейчас я попробую его давай хочу чтоб ты попробовал да наше блюдо готово сервируем ну ребята вот такое незамысловатое но очень вкусное блюдо 30 минут готова очень быстро готовится очень красотища прелесть похрустить ну похрусти ты знаешь как сделать точно вкусняшка да ну давай тебе сейчас ты первая попробуешь загружу вилочку и попробуешь так вот так давай никогда бы не подумала что свекла так вкусно с рисом и с рыбью никогда бы так вот ребята печеная свекла вот такая глазированная с лососем идеально ну вот видите какая прожарка розовая да розовая вот то что доктор прописал мидиум ребятки вы себе представить не можете до какой степени здесь вообще интересно запах карри но невыразительный вы знаете какая-то экзотика добавилась очень легкая кстати да да вкус кокосового молока лука специи вино все наши травушки о бесподобно великолепно легкая ароматная экзотическая но в то же время вы знаете как привкус все-таки Европы присутствует а то что свекла такая хрустящая и при этом готовая это вообще вынос мозга просто-напросто тебе понравился то что свекла такая полусвежая конечно я люблю такие овощи как бы недоваренные потому что когда это переварено это уже каша абсолютно верно мужики если вы приготовите его я уверен что ваше любимое оценит и вознаградит вас по заслугам друзья на этом все надеюсь что вам сегодня было интересно вы что-то узнали новое для себя во всяком случае вам было не скучно с нами увидимся в следующий раз пока мои дорогие и